Исполняющий обязанности главы района Олег Хромов отметил, что Видновский троллейбусный парк все годы своего существования был одним из предприятий района, которым можно гордиться. Качество перевозок на высоком уровне, предприятие постоянно развивается, здесь трудятся люди усердные и ответственные. Некоторым из них Олег Хромов вручил благодарственные письма. Удачи вам! Среди награжденных слесарь Олег Мишинский. На предприятии он трудится всего полгода, но уже успел показать себя с хорошей стороны. Если какая-то поломка, я ее пытаюсь устранить в самое короткое время, что и получается у меня. После награждения Олег Хромов предложил задать ему волнующие работников троллейбусного парка вопросы. Люди интересовали разные сферы жизни. Увеличение заработной платы, приобретение новых троллейбусов, предоставление земли многодетным на территории района, обустройство детских площадок. Отвечая на последний вопрос, Олег Хромов пояснил, что в этом году будет реализована программа по реконструкции 27 дворов Видного. Качельки, карусельки, горки для катания в каждом дворе не будет. Первое, я объясню это даже как экономист, это затратно для содержания города, ни одна управляющая компания на себя это вешать не хочет. А когда мы делаем, ну даже чуть-чуть отстраненную от дворов комплексные площадки, мы тем самым обеспечиваем проведение досуга нашему детям. Директор предприятия Ольга Киндина тоже обратилась за помощью к Олегу Хромову в предоставлении жилья для сотрудников парка. Руководитель района не стал давать обещания, предложив предоставить списки нуждающихся. А пока, сказал Олег Хромов, первоочередная задача предоставить жилье врачам, учителям, людям тех профессий, которые крайне необходимы городу и району. Но администрация Ленинского района будет и впредь помогать Видновскому троллейбусному парку в решении финансовых проблем предприятия.